Пишем? Рэк. Пчела нахуй укусила. Рэк. Рэк есть? Горит вроде тут все. Ну давайте. Григорий, не понимаете что ли, как надо? Смешно. А? 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 Видел? Как дрон прямо. И дрон не нужен. И можно вот так вот. О, спецэффекты называются это. Вот так взял? Вот. О, видел? Олежа, видел, да? 20 евро он просит за съемки. Либо 10 евро, либо мы снимаем сами. Вот так. Добрый день, дорогие подписчики Симеон Риотикар Пары. Здравствуйте, дорогие друзья. За 10 евро будешь работать? За 10 евро, либо не нужен. 10 евро. Еще один вопрос, слушай. Выключи пока это. Это смотри. Вот дай мне эту самую. Нет. Нет, нет, нет. Я только для съемки. Ну мне надо для съемки. Ну для съемки просто, чтобы выглядеть нормально. Ну сейчас отдай мне пока Симина. Симеон про время директор, ему надо. Ну мне надо. Ну правда. Отдам потом после съемки сразу. И 10 евро, да? Договорились? 15. Не-не, 10. Да пошли, все. Ладно, 10, 10. На, на, на. Пчела укусила отсюда. Что-то есть тут точка какая-то, наверное? Помогите снять часы, передумает. Хватит уже тут часы. Часы дорогие, чтобы видно было тоже, что... Так, это самое, подождите, не мешайте. Да. Короче, мы сейчас с вами будем снимать. Вот в прошлый раз там в комментарии написали нам в обзоре. Типа кретины, таких цен нет там. Долб***ь бы дорого. Долб***ь бы видео, да? На еб***ь там пишут. А знаете почему? Потому что вы там снимались. Долб***ь бы, про одного нельзя так написать. Значит про двух. Писали про вас. Ну подождите вы. Подождите, смотрите. Я короче что предлагаю? Я предлагаю сегодня снимать обзор диагностика. Знаете такое? Ммм, диагностика? Слышал. Мы будем смотреть. Вы не слышать не могли. Если вы где-то слышали, значит украли у меня. Придумал я. И у нас получается такая тема. Мы ходим как бы с вами и вы рассказываете одно, я другое, а потом ставим оценки. И вот там какие-то люди пытались сделать, ни хрена не получилось у них. Они делали вот 10 баллов в шкалу. 10. Вот есть 5 баллов, здесь 10, а у нас будет 100. Ну потому что профессионалы, чтобы точно было. Там типа 88 оценка или 77. Диагностика недвижимости. Диагностика недвижимости. Готов ты снимать? Олежа, такого еще не было на Ютубе. Пойдем. Да. Здравствуйте. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня обзор Симеон Риэлти Корпорейшн. Мы сегодня проведем диагностику недвижимости. А что за сирены там постоянно? Может ограбили кого-то. Надо, короче, это самое переснимать. Не обращайте внимания на сирены. Нет, это переснимем. Что вы своей палкой бегаете? Так, нам нужно записать интеграцию. У меня есть рекламодатель. Серьезные люди. Интеграция? Да, делают права польские. Польские права? Польские права. Потом можно обменять на испанский. Вот эта вся история. Ваша задача сейчас просто соглашаться. Кивать головой, ну как бы соглашаться. Вот у вас права есть испанские? Нету. Семен, мне тоже такие права нужны. Мне нельзя такие права. Чтобы здесь передвигаться. Вас останавливали тут хоть раз? Нет. Вот когда остановят с этими польскими правами, сразу все. А интеграция сейчас 50 евро. Сейчас знаете что? Я говорю, вот польские права, да? Да. Вы делаете вот так. Вот так? Нет. Ну да, давайте я вот так, а вы вот так. Вот так, вот так. Значит, смотрите, польские права. И вот так вот. Вот над головой. Вот сюда, вот сюда, вот так. Давайте. Готовы? Да. Польские права. Польские права. Вот это улица, на которой, собственно говоря, располагается наше уютное бунгало, которое мы сегодня будем оценивать с точки зрения диагностики, где будут оценивать Григорий и Семен. И Семен. Ну так, и Семен, и приближайте. И Семен. Было? Было. Ага, пошли в дом. Дом здесь, Семен. А, да. Вот. Нет, нет. Здесь надо вот так вот смотреть. Нужно, чтобы как будто руку видно было, что открываем. Не, не, не руку. Для перебивок. Вы же, вы же смотрите. Вот. Мы же, ну, задвинули. Зачем вы задвинули? Вот. Смотрите. и вот так. Открывайте быстрее. Поехали. Григорий, как вы оцениваете фасад этого здания? Да. А фасад это что? Это вот, вот это. Стена? Да. Ну, стена добротная, хорошая. Вот даже вот решетки на окнах секьюрити. Ваша оценка? 90. А почему 90? Ну, потому что, ну, потому что должен быть хороший, плохой. Нужно как-то обыгрывать всю эту историю, понимаете? То есть вы должны всегда меньше говорить? Нет. Когда-то меньше вы, когда-то я. Хороший, плохой. Вот это закрепляемый эффект. А 100 в каком случае? 100-бальная шкала у нас? Вот если бабушка сзади подошла, тогда нужно говорить 100. Ну, мало ли, захочет купить. Вот она стоит, слушает нас. Да. Все-таки мы должны понимать, люди должны понимать, что мы делаем обзор, что это вот такая престижная зона, которая сейчас продается. Лимонный сад. Значит так, хорошо. Поехали. Моя оценка 96. И знаете почему? Почему? Ну, потому что в принципе можно было бы здесь поставить вот барбекю. А барбекю нету. Барбекю нету. Будет в подарок. В подарок? Ага. Ола. Так, теперь что? Так, секундочку, сейчас. Значит так. Нужно вот эти вот. Он снимает. Да. Вы значит с ключами гремите. Вот так вот гремите. Мы потом совмещаем кадр. Хорошо. Значит, как будто мы открываем, как будто мы открываем и мы зашли вовнутрь, понимаете, да? То есть мы как будто зашли. То есть сначала оттуда кадр, потом оттуда. Поняли? Да. Так, смотрите, все. Ну, не закрываем до конца, главное гремите ключами. Ага. Сейчас. И решетка, и решетка, чтобы секьюрити было видно. Секьюрити. Так. Так. Давайте, значит, гремите ключами здесь. Ага. Откроем. Так, теперь сюда. Гремите. Заходите и восхищайтесь. И восхищайтесь. Ооо. Григорий, я же говорил, что здесь прекрасный, прекрасный интерьер. Посмотрите. Посмотрите на ремонт. Очень красиво. Да. Давайте закроем дверь. Смотрите, как солнечно. Обратите внимание, там прямо солнце и там ваш собственный двор. А здесь ваша жилая зона. Мужская зона. Мужская? Это мужская зона. Почему мужская? А потом объясню. Красный диван. И красный стул. Смотрите, здесь отдыхаете. На красном стуле работаете. На кровати этой спите. При необходимости здесь есть вентилятор. Здесь есть очистка воздуха. Вид на собственный двор. На небо. Прекрасный шкаф. Причем шкаф, обратите внимание на зеркало. Вы понимаете, что это зеркало стоит дороже, чем обычное? Это дорогое зеркало. Потому что оно не ломается. Оно нивелирует ваши недостатки. Оно сразу показывает. Сразу красиво. Если мужчина не очень с утра проснулся, он просыпается и видит себя. И понимает, что он нормально еще ничего включил. Вентилятор. Встал. Детали. Пошел на кухню. Детали. Вот из того, что вы сняли, мы можем потом отдельно гораздо лучше, чем он смонтировать. Вот так вот, Олежа. Ты задумайся тоже. А теперь давайте посерьезно оценки поставим. Вы все поняли, да? Я вам все рассказал, а вы используйте информацию. Мужская комната. Используйте информацию. Не мужская комната. Ваша оценка, Григорий. 100. 100. Ну подождите, я же сказал сначала, там 100 у вас было, здесь 100. Здесь у вас должна быть другая оценка. Давайте, вот прям в этот момент подрежешься. Хорошо. Ваша оценка. 1. Ну почему 1-то? Ну потому что должно быть хорошее, вы сами говорили. Ну так не один же плохой. У нас вообще один такого нет. У нас где-то примерно 80-90 по-любому. Понимаете? Не ниже. 82, 87, 95. Хорошо. Ваша оценка, Григорий. 82. 2. Так, это сняли. Короче, все. Секундочку. Тут надо детали. Стол хороший, дорогой, стеклянный. Такой вот на помойке не найдешь. Реально. Вот есть вещи, которые можно... Вот это можно найти на помойке. Вот. А вот такой на помойке не найдешь. Это нормальный стол. Значит, здесь, смотрите, очень важный момент вообще вот этой всей, всего объекта в том, что здесь есть мужская и женская зоны. Я вам сейчас объясню, почему. Вот у вас было, что вы с женщиной поссорились и уехали из дома? Вот все, побросали и уехали. Нет. Вот меня было. И знаете, что я тогда делал? Что? Вот уезжал. А вот тут можно было не уезжать. Вот можно было, женщина сразу там жила, а вы здесь. А вы здесь. Вот так проходите, говорите? Ага. Разграниченное пространство. Идете дальше. И идем дальше. Хорошо. И все. Деталь. Вот. Значит, здесь смотрите, санузел. Свежим ремонтом. Я сейчас пока... Ты будешь не снимать все это. Я пока рассказываю ему. Не снимай пока. Значит, здесь вот потолок. Армстронг. 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 Обогреватель. Обогреватель. Зеркало. Все. Такой, знаете, лаконичный, современный минимализм. Ваша ошибка, давайте здесь. А вот это что? Что так? Это чтобы не воняло. Ну, смотрите, знаете, что скажете? Не воняет, скажу. Нет, нет, так не говорите. Говорите, что просто жили очень аккуратные люди. Ну, они вот просто дезинфицировали. Последняя уборка в этом доме была сделана. Дезинфекция. Ваша оценка. Вот серьезно, если бы вы сказали, сколько было бы баллов? 96. А 4 за что сняли? 4 снял вот за, может, потому что если в туалетах. Так это наоборот, то тут 104 за это можно. Нет, это вы неправильно говорите. Это как раз хорошо. Хорошо. 100 тогда. Значит, смотрите. И вы 100, тогда здесь я скажу. А я покритикую. Знаете, что скажу? Скажу, что нет беды. Вот, давайте, хорошо. Все, снимаем. Снимаем, пишем. Да. Микроволновая печь тоже. Смотрите, для таких, как вы, чтобы сразу понимали, что она непростая. Видите надпись? Гриль. Микроволновая печь с грилем. Да. Свежий кухонный гарнитур. Смотрите, хорошая рабочая зона здесь все. Доводчики. Доводчики, посмотрите. Доводчики, абсолютно верно. Так, хорошо. Смотрите, как. Барная стойка. Барная стойка. Не маленькая, конечно. Нет, ну, пуфик можно поставить. Барная стойка. Мусорное ведро убирать. Сюда барная стойка. Барная стойка. Знаете, что? Сели за барную стойку. Да. Вот здесь видите, что? Женская комната. Женская комната. Да. Вот здесь, соответственно, кухня. Барная стойка. Пришли и говорите. Наливай. Виски с холлой. Ага. Мужчина по-мужски тогда. Соответственно. Но не каждая женщина вот ей это понравится. Да, смотрите. Видите, что здесь предусмотрено сразу? Что это? Решетка. Чтобы не убежала. Потому что смотрите, вот она берет, допустим. И хочет убежать. И хочет убежать. А, нет, решетка. А, нельзя убежать. А, решетка. Вот. Но смотрите, конечно, мы все это не рассказываем. И еще там есть нейтральная зона. Дальше. Нейтральная зона. Мы для себя сейчас все поняли. Да. Правильно? Теперь давайте заходим. Оцениваем. Значит, здесь давайте. Вам нравится как вот женское? Вам нравится разделение вот мужская-женская зона? Очень. Ну, нравится, да. Да. И какая оценка ваша? Ну, это не для камеры сейчас. Не для камеры? Какая? Ну, вот. Ну, давайте искренне. Мне просто интересно. Ну, 99. Это кухонная зона. А. И для удобства хозяйки мы здесь сразу имеем зону спальни. Хозяйку? А. Нет. Ну, пошутил я просто. Думай, ты все испортил. Еще раз. Да не будем вырезать. Еще раз надо один дубль. Да, давай. Если один дубль не снимаешь, зритель не верит. Хорошо. Проходим дальше. Вот здесь проходим. Вот так проходим. Вот так. Ага. И если что, если что, делаем вот так вот. Вот так. Вот так. И все. И интимная, так сказать, зона. Давай вот оттуда сейчас начинать. Олежа, давай сюда вот. Хватит сидеть там. Давай, Григорий. Да. Значит, вы... И сейф вот еще есть. Да. Сейф про это потом скажете. Типа выходим, да? Это человек, которому все доверяют в семье. И мужчина, и женщина. Нейтральная зона. Нейтральная. Давайте, вот типа вы входите. А потом Олежка тут скрыл. Чик-чик, там музыка. Пересек. Чик-чик, да. И смотрите, входите, включаете свет. Вот там свет сразу включает. Давайте типа я влез. Да. Ну типа я влез. Ну типа я влез. Все? Да. Ну не влез, я прошел. Вы не вылазите, только нормально входите. Хорошо. Ну типа комфортно. Да. Да. Так вот мы проходим. Итак, это у нас. Мы комфортно проходим. Очередная спальня. Да. Нам уже у нас включить. Не включается что ли? Давайте сделаем так. Вот у нас есть лампа вот эта. Да. Мы скажем, что интимная зона. Да. Возможно мужчины и женщины тут встречаются. И еще возможен вариант, когда мужчина там, женщина здесь, а здесь еще кто-то. Или еще одна женщина, или еще один мужчина здесь. И вот либо женщина оттуда. Ну понимаете, да? Понимаете, что я говорю? Давайте значит. Все. Заходим и говорим про интимное освещение. Не включаем свет. Интимное освещение. Вы сразу говорите, что мне нравится здесь вот интимное освещение. И про сейф тоже говорите. И оцениваете. Какие еще какие-то преимущества. Мы что-то мало преимуществ как-то вот рассказали. Что-то там вот. Что там. Я вот придумывал, придумывал, как вот сценарий делать, диагностики, еще что-то надо нам обсудить. Да. Вот. Ликвидность еще такая есть. Знаете, что такое ликвидность? Нет. Что это такое? Объясню сейчас. Потому что я так придумал. А если где-то увидите, значит, нас украли. Такого нет еще, да? Ни у кого. То есть диагностики недвижимости еще не было. Подписывайтесь на наш канал, на наш инстаграм. Семен Риоти Корпорейшн. Мы предлагаем те объекты, которые у других стоят дороже. Да. Пока. Пока. По цене не сказали. Всегда я видел в роликах, в конце тоже цену говорят. А-а-а. Вы сейчас говорите. И цена всего 84 900. Нет, 79 900 цена. Это 79 900 это у них, а у нас 84 900. 84 900. Хорошо, да. И цена всего 84 900. Да. И потом так делаем пока и убегаем, разбегаем. Разбегаем. Идем, очень быстро туда идем. Пошли. И цена 84 900. Пока. Пока. А классно сняли. А я не буду ему 20 евро платить. Давай быстрее. Потом заплатим. Добрый день, дорогие друзья. С вами Семен Риоти Корпорейшн. Я Семен. А я Григорий. Мы проведем диагностику недвижимости. Диагностика недвижимости. Честная и такая непредвзятая диагностика объекта, который находится в уютном районе города Тривеха. Сейчас мы находимся в зеленой парковой зоне. Это настоящий рай. Тут круглый год лета. И буквально в 20 метрах находится наша уютная бунгало, в которой мы сейчас и отправимся. Мы предлагаем услугу от наших спонсоров этого выпуска. Небольшая рекламная интеграция. Польские права. Легальные польское водительское удостоверение для человека, проживающего на любой территории. Все, что вам потребуется, это всего лишь предоставить ваши документы. И мы совершим легальный обмен ваших российских прав на польские. Для этого, возможно, придется съездить пару раз в Польшу и для начала оставить предоплату нашим коллегам и партнерам. Пользуйтесь услугами, и вы будете легально передвигаться по территории Испании. Польские права. Все. Все. Согласитесь, как приятно идти вот этими тихими улочками, где только крики попугаев немного разбавляют тишину. Неприхотливые, приятные, доброжелательные, интеллигентные соседи, которые так редко приезжают в свои дома, потому что они приезжают только на какие-то праздники, возможно, какие-то отпуска, а большую часть времени вы будете проводить здесь в приятном одиночестве. Ласковый морской бриз, приятное дуновение ветра, всегда круглое... 30! Круглое лето. 30, ровно 30 шагов от парка. Ровно 30 шагов от парка. И это правда, потому что у нас два человека, и два человека не могут неадекватно оценивать недвижимость. Это правда. И мы, как говорится, уже пришли. Вот это улица, на которой, собственно говоря, располагается наше уютное бунгало, которое мы сегодня будем оценивать с точки зрения диагностики, где будут оценивать Григорий и Семен. Итак, мы находимся во дворе нашего уютного бунгало. Прекрасный двор с замощенной плиткой. Здесь стоит стол, стулья. Обеденная зона. Зона барбекю, абсолютно верно. Да. Григорий, как вы оцениваете фасад этого здания? Моя оценка 96. А моя оценка 90. И знаете, почему? Почему? Ну, потому что, в принципе, можно было бы здесь поставить вот барбекю. А барбекю нету. Барбекю нету. Будет в подарок. В подарок? О, как красиво здесь. Безусловно. Это мужская комната. Сразу чувствуется мужская, красный диван. Смотрите, прекрасный стол здесь. Напротив вот здесь вот находится такой специальный столик. И можно пододвинуть стульик для того, чтобы сесть, работать за ноутбуком. Или можно вот смотреть на диван, общаться с гостем, или смотреть телевизор. Или здесь, соответственно, поспать. Ваша оценка, Григорий? 82. Неплохо. Объясните, Григорий, почему 18 баллов вы убрали от нашей оценки? Потому что здесь есть вот недочеты. Например? Например, вот не хватает конфет. Допустим, вот здесь вот нужны конфеты какие-то, чтобы... И поэтому общая оценка где-то 90. Правильно? А ваша оценка какая? 90. 90. Вы согласны со мной? Да, согласен. Пройдемте дальше. Пройдемте дальше. Вашему вниманию разграниченное пространство. Курортная атмосфера. А до моря всего лишь 2799 метров. Фу, жара. Интерьер делает отсылку к замку, каменью. И к факелам. Предметы декора. Без дополнительной оплаты входят в стоимость. Обеденная зона. Такое на помойку не выкидывают. Средиземноморский декор. Встроенные шкафы. С дизайнерскими зеркалами. Мне кажется, что вот здесь добавлен декор в виде вот, ну, достаточно такие хорошие панно. Красивые, современные. Красного цвета шкафа, красного цвета, тумба. Даже он бордовый, это еще моднее. Бордовый, да. И здесь обогреватель. На самом деле вот... Подолгий Армстронг. Армстронг. Абсолютно верно. И сделан ремонт. Это очень важно, потому что мог бы быть вот старый ремонт, а он свежий. По нему сразу видно, что... Не старый ремонт. Не старый. И ваша оценка этого помещения, Григорий? 104. Из 100. 104. Григорий, я вас понимаю, на самом деле мне тоже очень нравится, но я все-таки вынужден поставить немножко меньше, поэтому моя оценка 100. Хорошо, тогда. Самый важный момент. Женская зона. Пойдемте. Женская зона, пошлите. Это кухня. Кухняная зона. Очень красивая, кстати, вот все свеженько. Безусловно. Смотрите, сразу что? Вот гриль сразу... Верно. Падает в глаза новый абсолютно холодильник. Все новое. Все новое, да, свеженькое. И посмотрите, как удобно. Здесь прямо кровать. Кровать. Здесь барная стойка. И здесь кухонная зона. То есть женщина всегда находится в... В кухонной зоне. В кухонной зоне, в собственной атмосфере. Да. А вот там находится мужская зона. Кабинет мужчины зарабатывает деньги, соответственно, смотрит телевизор, все. А женщина здесь готовит, и если как-то возникает необходимость... Разногласия какие-то. Еще, между прочим, есть нейтральная зона. Но это отдельная история. Это потом. А потом, да, отдельная оценка. Так. Меня интересует вот ваша оценка вот именно данной зоны. Я дам, наверное, 88. 88. А почему, почему так? Ну почему не 100? Смотри, я бы дал бы... 100 бы все равно не дал, потому что будете ругаться опять. Но вот 99 бы дал, если бы был бы телевизор. А теперь, дорогие зрители, телевизор от Seminariotic Corporation прямо сейчас в подарок. В прямом эфире? В прямом эфире телевизор от Seminariotic Corporation. Значит, смотрите, это встроенный торрент. Торрент встроенный. То есть, когда у вас не будет интернета, если у вас не будет интернета, вы сюда вставляете торрент и смотрите. Значит, можно смотреть вот сюда. Если хозяйка спит. Он мобильный. Если хозяйка спит. И если хозяйка готовит, смотрим вот так. Вот так. Это реально очень удобная вещь. И, между прочим, это подарок от Seminariotic Corporation прямо сейчас. И пока другие обещают, Seminariotic Corporation сразу делает. Вот, вот сейчас 99 стало. Безопасность. Если, смотрите, женщина сначала напряжется, скажет, зачем ей решетка в комнате. Да. А вы знаете, что скажете? Что скажу? Вы скажете, что это для того, чтобы ей было безопасно. Если вдруг грабители там полезут, они к ней не пролезут. Мужская, женская зона? Да. Натуральный хрусталь. Русский. Постирала? И легла спать. С обогревателем. Комфортно. Прошу, мне говорили. Да. Это у нас комната еще одна. Есть большой, хороший свет, освещение, но мы не включаем его для того, чтобы почувствовать ауру дома. Тим создается здесь с таким светом. Абсолютно верно. Да, очень уютно. Вы прямо правильно понимаете, о чем я говорю? Уютно очень, да. Посмотрите, за вами находится сейф. О, сейф даже. Здесь, причем, обратите внимание, такая легкая дискриминация. То есть, от мужчины дверь, да? Да. А от женщины занавеска. Ага. Вот. То есть, таким образом, все-таки, как-то немножечко разграничены зоны предыдущим владельцам и семьей, которая здесь жила. И какая ваша оценка, Григорий? А я поставлю 100. То есть, вам прям понравилось? Мне все нравится. Потому что, допустим, если вот женщина тут, мужчина там, они, может, какие-то разногласия у них в семье. А здесь это комната для примирения. Вот. То есть, они в любой ситуации здесь всю свою проблему разрешат. Мне нравится, Григорий, что вы правильно оцениваете планировку пространства. И поэтому планировки я тоже поставлю 100 в этом доме. Архитектор, безусловно, думал о том, как распланировать пространство. И с учетом того, что на улице абсолютная тишина, и только кричат попугаи, здесь настоящий островок счастья и семейного уюта и благополучия. Добротный мужской сейф. И небольшой женский. Ну что? Так, все. Сняли обзор, получается, да? Все, следую. Давайте, телевизор забираем. Не-не-не, подождите. Телевизор оставляем. Ну, мы по-честному. Почему? Мы же не те, которые вот это вот обещают и потом уносят. Мы сказали, подарили. Оставляем, значит. Пульт только заберем и все. Пульт-то зачем? Зачем он нам нужен? Пульт отдельно продадим. Семен, кому вы продадите старый пульт без телевизора? Тот, кому телевизор подарили, тот и купит. Пойдемте. Ой, Семен, Семен. Семен, а что по затратам? Ну, по затратам здесь немного. Коммунидата здесь как такового нет. Есть налог, там, что-то 20, 30, 40 евро в год и все. И ваша оценка ликвидности, Григорий? Ликвидность 100. Я с вами абсолютно согласен. До 100 тысяч евро. Сейчас невозможно найти ничего, где хотя бы можно было бы спать. А здесь можно и спать, и жить, и готовить, поселить женщину. И, может, даже не одну или два мужчины. Подписывайтесь на наш канал, на наш инстаграм. Семен Риоти Корпорейшн. Мы предлагаем те объекты, которые у других стоят дороже. Да. И цена 84 900. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok